Поздравляем вас с днём рождения Ленинского комсомола. Мы объявили подготовку к 100-летию Великого Октября, но 100-летие Великого Октября соседствует рядом с 100-летием Ленинского комсомола. Рождался новый мир, где в основу был положен труд, справедливость и дружба народов. Молодёжь восприняла эту идею великолепно и отчаянно отставила её на фронтах гражданской войны и готова была строить новый мир. Когда Ленин выступил на съезде Ленинского комсомола и заявил о том, что главная задача сегодня учиться и обогатить память знаниями всех тех богатств, которые выработало человечество, многие были удивлены. Они думали, что надо и дальше, и вперёд расширять влияние революции на все страны и континенты. Но Ленин великолепно понимал, что лишь грамотные, хорошо подготовленные поколения, лишь НЭП и ГОРО в состоянии поднять распавшуюся империю, объединить её в единое могучее союзное государство и создать тот базис, который, по сути дела, нам позволил победить в мае 45-го и прорваться в космос. Мы благодарны, прежде всего, Ленинскому комсомолу за то, что юность каждого из нас прошла под знаменем пионерии и комсомола. Я с удовольствием вспоминаю эти чудные годы, когда мы отправляли своих комсомольцев на главные стройки страны. Мы строили БАМ. В Иркутской области был построен великолепный алюминиевый завод и город Шелихов, где главная улица называется улица Орловских комсомольцев. Я недавно был в этом городе и горжусь, что и сегодня лучшие традиции нашей славной советской молодёжи продолжает новое поколение. Активно сегодня идут комсомол, партию, молодые люди. Только в ходе торжественного приёма, посвящённого 70-летию Великой Победы, мы приняли 70 тысяч юношей и девушек комсомол и пионерию. В этом году здесь, на главной площади страны, мы приняли пионеры более 4 тысяч юношей и девушек, которые взяли и произнесли клятву верности. Верности дружбы народов, верности труду, справедливости, верности верному служению тем целям, которые отстаивали и защищали наши отцы и деды-победители. На мой взгляд, самым ярким событием этого года было шествие бессмертного полка, который прошёл от Владивостока до Красной площади. Почти 12 миллионов человек живых и мёртвых, детей и стариков, убилённых сединой ветеранов и воинов нашей славной армии, поклонились и Мавзолею, и Красной площади, и Знамени Победы. А Знамя Победы – это прежде всего Знамя Великого Октября. Я считаю, что подготовка к 100-летию Великого Октября и Ленинск-Комсомола – это важнейшие даты в современной истории Российской Федерации. И мы все заинтересованы, чтобы взять в наследство всё лучшее, что было создано за тысячу лет нашей истории. Я считаю очень правильно, когда недавно президент, выступая на Валдайском клубе, ещё раз подтвердил, что можно выйти из кризиса, если мы возьмём наследство всё, что было наилучшее в российской государственности в каждой её эпохе – и в имперской, и в советской, ну и в нынешнем. В современном мире тоже немало полезного и интересного. Успехи коммунистического Китая по выводу современной мировой экономики из кризиса заслужит особого внимания и поощрения. За последние сто лет было два этапа уникальной модернизации. Ленинско-Сталинская, которая собрала российскую распавшуюся империю, находящуюся в полуафриканском состоянии, в единый союзный государств, предложила культурную революцию, индустриализацию, провела великолепно подготовку нового поколения. Было создано в считанные годы около сотни великолепных педагогических вузов, и та плеяда командиров, которые воспитывались в 30-е годы, сумела разгромить фашистские орды и обеспечить освобождение всей планеты от нацизма и фашизма. Я считаю, что это уникальное наследие сегодня приумножают наши китайские друзья. С Компартией Китая у нас подписано соглашение, договор. Здесь у нас участвуют нынешние манифестации, делегации из провинции Ханань, крупнейшей провинции Китая, в которой проживает более 100 миллионов человек. Это больше, чем в любом европейском государстве. Китайская модернизация, проведение ее под знаменем октября, социализма и реформы Дан Сяпина еще раз доказали миру, что социализм – это будущее всего человечества. Мы выступаем за то, чтобы молодое поколение верно следовало дорогой отцов-победителей под знаменем октября и знаменем победы. Мы считаем, что наш ленинский комсомол продолжает эту славную традицию. И у молодежи есть и будет будущее, будет на планете мир, если справедливость, труд и дружба народов будут на знамени каждого народа. Я уверен, что подвиг комсомольцев всех времен и поколений, он заслужит особого уважения и почитания. Сегодня во многих коллективах, во всех республиках, краях и областях пройдут молодежные вечера. Наша московская организация в Дорце Пионеров проведет большой вечер, и там же рядышком встретятся комсомольцы всех поколений. На эту встречу приехали лидеры из всех бывших республик Советского Союза, Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении и Грузии. Я приглашаю вас на эти вечера, и вы увидите картину воссоздания нашей великой страны, у истоков которых стоял Ленин и наш ленинский комсомол. Поздравляю вас с прекрасным праздником, желаю вам всем удачи, мира и уверенно шествовать к очередному нашему празднику 7 ноября. 7 ноября мы собираемся в 12 часов на Пушкинской площади, пройдем по центральным улицам на площадь Революции, там проведем митинг-концерт. Еще раз вас с праздником, всем успехов!